Добрый день, добрый день. Очень рад всех здесь видеть, тем более уже вечер, собственно, последний доклад, по сути закрывающий конференцию. Очень рад, что дожили до него через весь этот тяжелый день и столько знаний, собственно говоря, полученных. Я надеюсь, что у вас будет, собственно говоря, будут силы воспринять еще и вот мой доклад. Поговорим мы про .NET, про React, про синхронизацию данных чуть-чуть. Вот как бы про это все, про такой микс. Чуть-чуть о себе, ну вот обо мне уже сказали, что я с CTO у компании МЦЦ Томска, которые рассказывали тут всю эту секцию. Я время от времени делаю такие серьезные доклады, интересные на Toms.NET, типа про авторизацию, про серьезные такие вещи. И временами, собственно, где-то раз в год выступаю на городе IT, где я рассказываю про каких-то единорогов, типа вот в WebAssembly. Сегодня будет единорог real-time синхронизации. То есть, ну, не знаю, насколько это применимо, насколько это актуально для вас, но вот такая вот сказочка. Интересная, красивая история, по крайней мере, про новые технологии. Давайте чуть-чуть познакомимся с вами. Кто пришел сюда, услышав и увидев ключевое слово React в названии доклада? Хорошо. А кто .NET? Побольше. Все остальные, видимо, увидели ключевое слово кинозал и пришли посидеть в удобных креслах. В общем-то, ну, последние точно останутся довольны. Кресла тут действительно хороши. Ну, а про React и .NET, ну, посмотрим. Посмотрим. Нет, надо будет у вас спросить. Real-time синхронизация, про то, что я буду рассказывать. Давайте начнем с проблемы, собственно, когда, какие проблемы возникают, скажем так, без нее. Какую ситуацию мы планируем решать. Допустим, у нас есть Антон Александрович, который врач. Он такой опытный врач, в годах уже, и все делает так, с чувством, с толком, с расстановкой. Он открыл форму пациента и собирается редактировать данные какие-то. И у нас есть Елена Сергеевна, которая помоложе, все делает очень быстро, активно. Она открыла форму того же самого пациента и тоже собирается что-то поменять. И поменяла. И нажала на сейф. А в это время Антон Александрович, наш бедный, сидит. У него все еще та еще форма открыта, и он пытается, может быть, одним пальцем попасть сейчас в поле адреса и туда тоже что-то ввести. Если он, собственно говоря, что-то введет и сохранит, то, наверное, у нас будет какой-то конфликт. И либо данные, которые Елена Сергеевна ввела, пропадут, либо, ну, Антон Александрович будет удивлен, что что-то пошло не так. Вообще, идеально в этой ситуации было бы как-то показать Антону Александровичу, что ага, Елена Сергеевна редактирует. И может быть, даже если, собственно, Антон еще не успел ничего изменить, даже показать, а что именно она редактирует. То есть, собственно, у Антона Александровича открыта страница, и там каким-то образом магически появились данные или нотификации о том, что, собственно, что что-то происходит параллельно. Тогда это сократит количество конфликтов, то есть Антон Александрович будет в курсе. Ну и, соответственно, мы не перезапишем данные, которые Елена Сергеевна ввела. Как это реализовать? Для каждого конкретного случая, в общем-то, реализовывается это достаточно просто. Опять же, если вы знаете ключевые слова, там, .NET, сигналар, реакт и так далее, никакой большой проблемы реализовать это вот для случая редактирования пациентов, допустим, нет. То есть просто в методе сохранения мы как-то уведомляем фронтенд о том, что ага, у нас изменились данные. Проблем нет, но хочется это сделать более универсально, и чтобы это работало, ну, скажем так, для всех сущностей и в любом месте, в любом месте интерфейса мы могли бы это применить. Вот. Собственно, если посмотреть, как это происходит, не видно, да, указку? Очень жаль. Очень жаль. Да, на черном видно, на белом нет. Как это происходит? Типичным образом, собственно говоря, наш фронт запрашивает пациента по ID-шнику. В этот момент мы, собственно, подписываемся на изменение этого пациента. То есть это еще один какой-то запрос, допустим, сигналаровский запрос или HTTP-запрос, неважно. Это то, что происходит на стороне Антона Александровича, да? И Елена Сергеевна, может быть, даже через постмана, вот как Бенемин, посылает запрос put на изменение, собственно говоря, данных. В этот момент что происходит? То есть если мы предполагаем, что у нас на бэкэнде entity framework и все такое, то в data-контексте отрабатывает метод safechanges. Здесь мы пытаемся детектить то, что, собственно говоря, какие изменения внесены, и узнаем, что, ага, изменился пациент, изменился пациент с ID вторым. И чуть-чуть ранее у нас на него подписались, то есть у нас есть клиент, которому интересен этот пациент. И мы, соответственно, можем послать ему нотификацию о том, что, ага, изменения произошли. И уже, опять же, фронт перезапрашивает этого пациента и смотрит, собственно, какие изменения произошли. и либо отображает их сразу, либо просто подсказывает Антону Александровичу, что, ага, изменения были. Неважно, какие. Давайте мы очень кратко посмотрим, как это может происходить. Собственно говоря, лучше один раз увидеть, да, чем сто раз услышать. Я надеюсь, что у меня получится и будет чуть меньше проблем с отображением. Ага, проблемы будут. Ну, отлично. Ну, то есть, допустим, что вот у Антона Александровича открыто слева вот на весь экран пациент Тако Ямамото. А, собственно говоря, Елена Сергеевна абсолютно в другом интерфейсе на самом деле. То есть, если там технически мы потом еще посмотрим, может быть, на код, если у нас останется время, что вот, собственно говоря, фронтенд на реакте это сзади, а впереди это просто интерфейс редактирования, который сгенерирован на самом деле в Visual Studio автоматически. Если мы здесь что-то поменяем, то вот еще до того, как у меня обновилась страничка здесь, вы видели, что, в общем-то, у Антона Александровича уже стало все хорошо. Собственно, вот это примерно про это. То есть, данные автоматически приползли на фронт и, собственно, обновились. Сработает ли переключение назад на презентацию? Сработало. Отлично. Собственно, пример, который я показал сейчас и к которому мы еще чуть-чуть вернемся один раз дальше по докладу, он доступен на GitHub, если хотите, можно скачать, посмотреть и так далее. То есть, это не библиотека какая-то, это, собственно говоря, пример, на который вы можете посмотреть и сделать аналогично у себя. Потому что, ну, выделять то, что там есть именно в библиотеку, ну, показалось как-то глупо. И это очень сильно зависит от вашего конкретного все-таки кейса. Собственно, технически, что происходит на фронте, что происходит на бэке. Собственно, на фронте у нас есть простейший компонент, который отображает имя и ID пациента. И никак, собственно, с синхронизацией, с динамическим обновлением это пока не связано. Собственно говоря, также, если вы пишете на реакте, это вам очень знакомо. Тут, естественно, это никакой не production код без всякого error handling, loading и так далее. То есть, ну, у вас по-любому будет метод, который запрашивает данные с бэкэнда и, собственно, складет их в state. И, собственно, из state мы отрисовываем пациента. То есть, это все тот код, с которым вы сталкиваетесь, безусловно, каждый день, если вы на реакте пишете. А немножко магии, она вот где. Собственно, мы обернули компонент в компонент синхронизации, которому сказали, что нас интересуют сущности пациентов. Собственно, указали тип. И ID пациентов, которые нас интересуют. Вот в нашем случае это был второй ID-шник. Или первый, я не помню. И, собственно, метод, который будет вызван при получении данных, в той ситуации, когда бэкэнд нам скажет, что данные обновились. Мы можем в этот момент нарисовать звездочку, там сказать, ага, что-то просто произошло на сервере, а что уж, Антон Александрович, разбирайся сам. А можем перезапросить данные и положить в state. Ну, собственно, положить в state, если там не было ничего изменено, например. И данные обновятся автоматически. То есть очень удобно. Любой компонент, по сути, мы можем обернуть в синхронизацию, и он, соответственно, перерендерится в тот момент, когда какие-то изменения произошли. Что происходит на бэкэ? Опять же, если вы используете EF, это достаточно типичный код. То есть мы получили, запросили данные из базы, изменили и сохранили. То есть любое изменение данных проходит через safe changes с Entity Framework контекста. Это то, что вы пишете, я думаю, опять же, каждый день, если вы работаете на бэке. Магия бэковская, она происходит в методе safe changes. Собственно говоря, мы, так как у нас контекст всегда наследуется от db контекта, мы можем override, ну, не только добавлять туда db сеты, допустим, что мы обычно делаем, мы можем override метод safe changes. И EF предоставляет нам очень богатые возможности по отслеживанию изменений. И, собственно, мы можем получить изменения из Entity Framework, то есть какие сущности изменились в рамках этого контекста. И, собственно говоря, сразу после сохранения, то есть получить изменения, сохранить данные, собственно говоря, сделать то, что Safe Changes делает обычно, и потом уже отправить эти изменения всем заинтересованным клиентам. Почему мы не отправляем изменения сразу после их получения? То есть почему бы не сделать get changes, send identifications, и потом save changes? Почему? Есть мысли? Ну, много идей на самом деле, да. У меня была такая весьма практическая составляющая, что иногда вот этот механизм с отправкой идентификации и фронтендом, который перечитывает данные, отрабатывает быстрее, чем save changes. То есть это все работает настолько быстро, в общем-то, визуально можно было чуть-чуть заметить, что страница на заднем плане обновляет, ну, там появляются данные быстрее, чем здесь, по сути. И иногда, собственно говоря, бэкэнд получает нотификацию о том, что что-то изменилось, запрашивает эти данные и получает, в общем-то, предыдущее состояние. Потому что, ну, safe changes еще не отработал, данные по факту в базу еще не сохранились. Ну, собственно, момент с тем, что данные реально, то есть safe changes может свалиться, тоже весьма валиден. То есть изменения могут, собственно, не дойти до базы. Что происходит внутри get changes? Собственно говоря, мы используем API entity framework. Почему, опять же, я на этом останавливаюсь достаточно детально? Потому что кто знает, как это будет применяться, то есть какой код у вас в проекте, как это применяется, но знать о возможности такой, о возможности работы с изменениями в entity framework очень полезно, потому что это применяет, ну, то есть можно найти миллион применений, и о некоторых мы еще поговорим дальше по ходу доклада. Собственно говоря, Change Tracker предоставляет нам доступ ко всему кэшу entity framework, который в данном контексте, в течение данного контекста, собственно, формировался. И мы можем выбрать, ну, в нашем случае сущности, которые были модифицированы, и отправить их куда-то, ну, в Data Notifier. Data Notifier, опять же, использует напрямую функционал SignalR, о котором, наверное, говорили уже миллион раз, и я думаю о том, что такое SignalR, и, собственно, как вызывать методы клиента с бэкэнда, ну, здесь рассказывать дополнительно не надо. Ну, собственно, это простейший способ, который вызовет во всех фротендовских приложениях, подключенных к SignalR, метод DataUpdated, и передаст туда, собственно, два параметра, entity type и id, собственно, пациент и id-шник его. В каких случаях, собственно, какие еще есть сценарии использования, синхронизации, в частности. Допустим, если у вас какой-то там страничка, сервис небольшого там автопарка или там каршеринга, допустим, и у вас есть диспетчер, который хочет видеть на карте, допустим, все автомобили с какой-то информацией по топливу и так далее. То есть я акцентирую здесь внимание, что, допустим, автомобилей у вас относительно немного, это интерфейс, по сути, административный интерфейс диспетчера, не интерфейс конечного пользователя. В этом случае мы можем теоретически хранить на клиенте копию базы данных, если она у нас небольшая, сущностей там немного, и, по сути, нам нужно гибко с ними работать и практически совсем из этих вещей. В этом случае мы можем слегка упростить схему, которая была изначально приведена. Собственно говоря, мы получаем сначала все автомобили, либо мы их храним там в кэше, в браузере и так далее, между перезапусками. И в тот момент, когда какие-то обновления происходят, то есть кто-то обновил, собственно говоря, происходит то же самое сохранение, все такое, все вроде как то же самое, но в конце мы отправляем нотификацию на фронтенд вместе с самой сущностью, ну или с какой-то DTO, которая на этой сущности основана. То есть почему мы этого не делали, допустим, изначально в случае с пациентами. Потому что в этом случае вот сигналар, это канал, по которому эти нотификации отправляются, к нему в этом случае приходится предъявлять дополнительные параметры по безопасности, по сути. То есть мы должны авторизовывать людей, то есть если мы отдаем конкретные данные, а не просто информацию о том, что что-то изменилось, мы, безусловно, должны проверять, есть ли у пользователя доступ к этим данным. Скорее всего, в этом случае будет происходить какое-то дублирование логики. То есть вот здесь если мы вернем, это, собственно, первый пример, да, то здесь мы отправляем нотификацию, а данные пациента, собственно, считываются с бэкэнда таким же методом, как обычно. То есть просто REST-запросом. Там, безусловно, у нас авторизация есть, проверка прав доступа есть, это все то, что мы делаем, делаем как обычно. Если мы отправляем сущность сразу, то либо нам придется дублировать код, ну и, собственно, механизмы транспорта, которые используются в HTTP-запросах и сигналар, собственно, в WebSocket коммуникации, они слегка различаются. То есть нам придется либо дублировать, либо как-то придумывать способ, как, ну, как не дублировать, как объединить этот код. И это может усложнить систему. Для случаев, когда нам не надо, по сути, делать проверку доступа и когда нам не надо, то есть когда мы можем отправлять на фронт, по сути, всю базу, все содержимое, все DTO-шки, это может упростить ситуацию. То есть просто шлем всю базу и, соответственно, на фронте уже мы имеем всю полноту данных, по сути, все, что у нас есть на бэке, есть на фронте, и мы там можем отображать это, как мы захотим. В этом случае нам слегка не нужен синк-компонент. И проще всего, ну, вот эта картинка, это как работает редакс в реакте. Я думаю, ничего нового вы здесь не увидите. Единственное, что вот место внедрения, то есть это не синк-компонент, не компонент в UI, а лучше всего в этом случае добавить middlewire в слой middlewire редакса. В этом случае, собственно, middlewire свяжется с сервером, получит данные и напрямую там через редюсеры поместит изменения в стейт. Ну, собственно, но обычное ваше реакт-приложение как бы работало с тором редаксовским, так и будет продолжать работать. То есть никакие изменения не потребуются вообще. Чуть-чуть поговорим про оптимизацию производительности и про то, почему вот здесь, собственно говоря, когда у нас получаются изменения, мы все равно, мы формируем DTO-шку какую-то, да? Потому что, ну, допустим, почему не отправляем саму сущность пациента, допустим? Потому что достаточно частый случай, что нам нужно не только просто паля и сущности, а еще какие-то, ну, агрегатные информации из других таблиц, допустим. То есть если мы говорим о пациентах, то, возможно, ну, в этом примере, нам необходима информация о том, сколько дней пациент, ну, использовал наше устройство, допустим. Или какие-то данные о его терапии, или там история болезни, или что-то еще. То есть какие-то еще дополнительные данные. Соответственно, в базе мы, то есть в случае, если у нас база нормализованная, мы напрямую эти вещи не храним, соответственно, нам надо получать DTO-шку каждый раз. Собственно, часто бывают случаи, опять же, если мы этих пациентов отображаем списком вместе с этим полем, то нам как-то надо еще и фильтровать по нему, возможно, сортировать. То есть если мы вводим в интерфейс пациентов, то обычно пользователи хотят добавить какую-то сортировку. Если у нас при этом еще и достаточно много данных, то есть таблица Daily Statistics большая, и пациентов много, а еще и, ну, это просто синтетический пример, понятно, когда это ссылка на одну таблицу. Обычно вычисление вот этих агрегатных полей слегка сложнее, то, в общем-то, эффективность таких запросов будет достаточно низкая. Поэтому выход отсюда очевиден, в общем-то, мы денормализуем сущности, это стандартный подход. И, собственно, возвращаясь к CQRS, то есть можно как бы представить, что мы храним, то есть CQRS говорит о том, что хранилища для данных, которыми управляют команды, то есть которые записывают, и хранилища, которые используют запросы, то есть query, они могут быть разные. Собственно, мы можем создать сущность пациента, которая будет хранить только поля, ну, нормализованные, и мы можем создать для каждого конкретного случая использования ее в интерфейсе сущность, которая будет хранить те поля, которые нам нужны там. То есть, допустим, days used, и, собственно, также хранить их в базе. Проблема, которая здесь появляется, это, собственно, проблема пересчета, то есть в какой момент, когда нам менять в базе вот это поле days used. Собственно, да, мы видим, что в базе у нас просто две этих таблички. Соответственно, эти денормализованные сущности нам надо как-то обновлять. Для этого мы, опять же, можем использовать entity framework. То есть, когда сущность вот эта связанная, daily statistics в нашем случае, daily statistics, когда она меняется, она, естественно, ссылается на какого-то пациента. Мы можем, опять же, в том же самом методе safe changes получить через навигации, метадаты и так далее, ссылку на этого пациента. То есть, опять же, здесь код довольно-таки сложный для понимания, по крайней мере, вот для считывания с экрана. Но, собственно говоря, важно знать только о том, что это сделать возможно. Я думаю, если вам это потребуется, вы вспомните, что ага, это можно и легко нагуглите, ну, что-то подобное. Ну, или зайдете на GitHub, собственно говоря, скачаете, и там это будет. То есть мы в рамках safe changes можем получить сведения о тех сущностях, на которые наш объект ссылается. То есть, грубо говоря, daily statistics, когда мы сохраняем, мы можем узнать, что ага, он ссылается на пациента с ID-шником 2. Собственно, мы можем получить как имя сущности, так и ее ID. И, собственно, я могу это быстренько продемонстрировать, что в том же самом интерфейсе… Как это делается? Как-то так. То есть у нас есть отдельная, опять же, страничка для редактирования статистики. Как мы видим, что 3 дня для пациента 1 и 1 день для пациента 2. Если мы отредактируем какой-то день и скажем, что он относится не к первому, а ко второму пациенту, то мы видим, что, опять же, еще до того, как у нас страничка обновилась, в которой мы редактировали, количество дней на фоновой страничке тоже изменилось. Собственно, функционирует это таким же образом, что мы определяем, к какой сущности это все относится, то есть на какую сущность пациента ссылается daily статистика. и, соответственно, это число меняется. Возвращаемся к презентации. У меня недавно было 70 слайдов на презентации. Если бы на 70 слайде вот так все переключилось, я бы сильно, конечно, огорчился. Сегодня у нас поменьше. Это все было, да? Вот. Собственно, синхронизация. Когда применять, когда не применять, какие плюсы, какие минусы. Ну, безусловно, safe changes становится слегка медленнее, если мы добавляем туда какую-то логику, а safe changes вызывается часто. Поэтому это может быть, то есть это может влиять, грубо говоря, на вас. Если вы отправляете присинхронизацию, то есть в виде нотификации, так же и сущность целиком, то вот возникают security concern, то есть надо подумать о том, чтобы не отдать анониму данные из нашей базы. Все это применимо, безусловно, только если все изменения данных у вас идут через entity framework. То есть если вы базу не редактируете напрямую, ну, как бы, естественно, никто о никаких изменениях не узнает. Ну, и все-таки вот про денормализацию, про определение ссылок и так далее. То есть в случае одной таблицы это работает хорошо, когда одна таблица ссылается на другую. Если глубина вот этих ссылок у вас 2, 3, 4, ну, естественно, все становится намного сложнее и, наверное, этот механизм не до конца применим. Но вот в остальном, собственно говоря, эта реализация очень простая. Она, так сказать, сквозная, то есть ее можно, то есть достаточно сделать один раз, и она для всех сущностей работает. И она, собственно, как несет чисто практический выхлоп, что пользователь, когда видит изменения, ему это помогает не создавать конфликты и, собственно говоря, понимать, что делать, что он делает. Ну и создает некий вау-эффект, когда вроде как ничего не происходит, а само все обновляется. Это такой, то есть мотивирует пользователя в целом пользоваться системой. Собственно, все это идет вокруг да около перегрузки safe changes, то есть то, что вы можете оверрайднуть safe changes и делать в Entity Framework и делать с ним все, что угодно, все, что захотите. Помимо приведенного сценария синхронизации, есть и другие интересные вещи, где это может использоваться. Например, если у вас микросервисы и, безусловно, в этом случае у вас какие-то данные дублируются между микросервисами, вам приходится копировать данные. То есть то же самое вы можете отправлять нотификации не на фронтенд, а, допустим, в сервис баз. О том, что у нас изменилась сущность, давайте-ка все микросервисы обновить ее у себя тоже. То есть очень частый случай, что, допустим, сущность юзера, она тем или иным образом копируется у вас между базами данных микросервисов. Можно применить. В Enterprise-системах очень часто к сущностям добавляются такие специфические поля, как created date и modified date, чтобы знать, когда она создана была, когда модифицирована. То есть какая-то базовая информация. Обычно она людям бывает полезна. Ну, я говорю, в Enterprise-приложениях чаще всего. Собственно, перегрузив SafeChanges, вы легко можете это добавить. Собственно, если сущность имплементит интерфейс iEntity with created and modified date, то есть, собственно, если эти поля, по сути, в ней есть, вы легко можете их записать туда. То есть когда они проходят через Entity Framework и добавляются или модифицируются, вы, собственно, вольны эти поля обновлять. Также для audit log, тоже в Enterprise-системах наиболее актуально, что, собственно, все изменения бывают, что хочется отслеживать. Раньше часто это делали триггерами на базах данных. То есть просто когда табличка изменилась, мы записываем в какую-то отдельную таблицу предыдущее значение полей и новые значения полей. Но, собственно, на уровне EF можно это тоже сделать, абсолютно независимо от базы данных. И, собственно, это будет работать как в SQL Server, допустим, так и в Postgres. И, собственно, можно создать табличку отдельного audit log, в которую писать вот такие вот значения сущности, по сути, всех полей сущности до и после изменений. Ну и, собственно, сами изменения. Ну вот кто-то лишился 677 рублей на этом, у этой сущности. Делается это тоже достаточно просто. Ну, собственно, код условный, потому что здесь функции, что происходит в функциях serialize и json helper get json div, одному богу известно. Но, опять же, если вы захотите узнать, что там все-таки происходит, вы мне напишите. Вот в примере, который выложен на GitHub, вот именно этого нет. Ну, то есть никакой магии там, опять же, не происходит. То есть просто сериализация без получения вложенных сущностей, чтобы каких-то циклов не возникло. Еще одно применение — это second-level cache. То есть если у вас какие-то данные меняются редко в приложении, и вы хотите свое приложение как-то ускорить, то есть, допустим, вот расписание докторов меняется у нас, допустим, редко. Не знаю, раз в неделю, раз в месяц или нечасто, в общем. То не имеет смысла при каждом, при рендеринге страницы каждый раз запрашивать это расписание. Можно его просто закешировать, используя методы cacheable, ну, собственно, из библиотеки, которую я снизу привел ссылку. И, собственно, запроса этого не будет, но возникает вопрос, когда кэш инвалидировать. То есть изменения все-таки иногда случаются. Что в этом случае делать? Ну, собственно, автор этой библиотеки как раз рекомендует добавить вот такую перегрузку safe changes и, ну, то есть что-то там делать. По сути тоже получение списка измененных сущностей и уведомление кэша о том, что, ага, они изменились, надо их при следующем запросе все-таки получить из базы. Очень удобно именно, если у вас данные меняются редко. Подытожим, собственно, то, что я говорил по ходу доклада, что очень богатые возможности отслеживания изменений в EF и если у вас все операции записи проходят именно через него, то грех это не использовать для каких-то дополнительных фичей, для добавления фичей в приложение. То есть или, например, синхронизация данных, либо вот все, что я перечислил с одной стороны, либо у вас, возможно, какие-то возникнут свои идеи, что можно сделать, зная, грубо говоря, отслеживая все изменения, которые происходят. Вот. И, собственно, синхронизация, которую я предложил, опять же, это очень простой вариант добавления функционала, который может сделать разницу в вашем приложении на самом деле. То есть пользователи это почувствуют. Вот. Следите за, при этом, если вы, по крайней мере, если вы синхронизируете базу полностью, как вот во втором примере, то следите за размером, потому что если у вас на клиенте в итоге будет там десяток мегабайт данных, это будет работать медленно уже, в свою очередь, на фронте. Но, собственно, может очень помочь, если база небольшая. Спасибо. Вопросы. Поднимайте руку, если у кого-то есть вопрос. Здравствуйте. А можете вернуться к схеме подключения к веб-сокетам у вас? Вот здесь объясните, пожалуйста, порядок, почему сначала происходит get-запрос, а потом subscribe, а не наоборот. Произвольно, на самом деле. То есть ситуация, если вы открыли детали пациента второго, то вы, в общем-то, знаете, и на самом деле компонент, ну, я не помню, как в этом конкретном примере даже, может быть, они происходят в обратном порядке. Это не критично. Бывает ситуация другая, если, допустим, у вас список пациентов на самом деле, и там айдишники пациентов, на которые вы хотите подписаться, вы знаете только после того, как вы их получили. То есть, грубо говоря, если это метод get-patients без айди, собственно, ну, всех там, не знаю, с десятой страницы, то вы айдишники пациентов узнаете только потом, после того, как запрос произошел. То есть, в целом, вот в этом конкретном примере абсолютно без разницы. То есть, сабскрайб можно сделать до получения. У меня вообще вопрос больше к тому, что сабскрайб должен быть сначала, потому что в противном случае у вас десинхронизация может быть. Время, пока вы подписываетесь на сообщение вебсокета, оно может быть внушительное, там, несколько сотен миллисекунд. Поэтому вы можете получить данные устаревшие, а с вебсокет информация еще не прилетит, потому что подписались позже. Ну, валидный, да. Валидное замечание. Спасибо. Спасибо. Такое ревью на ходу. Еще вопросы? Нет вопросов? Артур, ты, видимо, своим докладом абсолютно исчерпывающе закрыл эту тему. Поаплодируйте, пожалуйста, еще раз Артуру. Я думаю, за замечание человек получит антистрессовую кружку. А может быть суперстрессовую. Мы не уверены в том, что дарим корректные лабиринты. Я бы хотел сказать еще раз спасибо всем тем, кто выступал сегодня. Я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто пришел и слушал наших докладчиков. Спасибо организаторам этой конференции. И да, вот у Артура уже тематический слайд висит. Напоминаем вам про метапы, где в тему .NET можно погрузиться во всю эту магию глубоко и делать это регулярно. Я говорил уже примерно раз в квартал. На этом все. Как я понимаю, расписание. У вас до 7 вечера, до начала автопати еще полно времени. Можете ловить наших докладчиков и в индивидуальном, интимном порядке им какие-то вопросы задавать. Спасибо еще раз. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...